Теперь мы на спорте! Здравствуйте! Вы все сказали верно. Расскажите нам, пожалуйста, чем сегодня живет шор номер 8, которую вы возглавляете, и с какими ожиданиями ваша спортшкола входила в 2021 год после такого непростого 2020-го? Здравствуйте еще раз! На самом деле год был очень непростой, но по-своему результативный. К сожалению, мы не смогли поучаствовать на всех соревнованиях, которые были запланированы. Но, тем не менее, касаемо спортивной части, все-таки до марта месяца мы успели показать высокий спортивный результат. Отделение бокса съездило на Приволжский федеральный округ, выиграв его Дарья Баженова, тренер Крысов Иван Юрьевич. После этого съездили на первенство России, где показали высокие спортивные результаты и вошли в сборную команду сборной России по юниоркам. И после этого, значит, нам удалось благодаря этому спортивной школе подать заявку на возвращение статуса Олимпийского резерва. Что и произошло, мы подали заявку, и заявку одобрили, и школе в прошлом году присвоили статус Олимпийского резерва. Это касаемо спортивной части, и не только. Наши прославленные акробаты показали высокие спортивные результаты в прошлом году, потому что, вы знаете, в конце года разрешили нам все-таки участвовать на официальных мероприятиях, на официальных турнирах, и наши акробаты показали себя в призерах и на Кубке России, и на первенстве России, не говоря уже там о Приволжском федеральном округе. Также, значит, наши борцы тоже пытались попасть на пьедестал российской сборной, так скажем, да. Немножко не получилось, но, тем не менее, тоже были показаны высокие спортивные результаты на округах, на всероссийских турнирах, ну и так далее. Ну, то есть, можно сказать, что для вашей спортшколы 2020 год, хоть он был непростым, но был достаточно успешным, и тем более возвращение статуса с школы Олимпийского резерва говорит само за себя. Да, я думаю, что да, на самом деле, просто был нервный, очень много переживаний по поводу того, что спортсмены не тренируются, спортсмены сидят дома, сидят с гаджетами, скажем. Конечно, были моменты, когда тренеры, вернее, всегда переживают тренеры по поводу своих воспитанников, и проводили занятия и в уличных условиях, когда это тоже можно было делать. В домашних условиях, конечно, это не тренировки, это просто, ну, это даже не поддержание какой-то формы, это, не знаю, гимнастика просто обычная. Но, тем не менее, были записаны очень много онлайн-тренировок, было очень много занятий в таких домашних и уличных, еще раз повторюсь, условиях. Поэтому, как могли, пытались сохранить форму, пытались удержать ребят. Ну, и вот таким образом, все-таки, к концу года многие спортсмены вернули себе форму, вернулись в привычные свои веса, там, касаемо, конечно, и всех видов спорта, и борцов, и боксеров, и акробатов, и гимнасток, потому что ребята, когда, ну, сами понимаете, растут, растут и не тренируются, конечно, лишний вес очень быстро набирается. Вот поэтому много еще можно что сказать, много мы сделали по хозяйственной части в это время, скажем, было не просто спортсменам, но с другой стороны были свободные здания, в которых никого не было, ни людей, ни тренеров, ни спортсменов. Соответственно, мы могли проводить и капремонты мы провели в нескольких учреждениях, отремонтировали в конце года зал акробатики, полностью сделали косметический ремонт, сделали в спорткомплексе «Заря» капремонт бойлерный, сделали входную группу, сделали своими силами второй этаж косметический ремонт полностью, фасады обновили, также сделали капремонт на парковой, один небольшой ремонт, но тем не менее. Все это было выделено и как из бюджета, так и из небюджета школы. Таким образом, я считаю, что в плане хозяйственной деятельности удалось многое. Как раз хотел спросить про хозяйственную деятельность и, вернее, про то, насколько дети активно идут заниматься в спортшколы, то есть какое количество людей вообще, какое количество детей смогут воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет ваша спортшкола? У нас спортшкола, на самом деле, очень большая, очень много у нас, 4 объекта на сегодняшний день. В каждом объекте занимаются от одного до четырех отделений. Всего у нас, скажу, что шесть отделений занимаются на базе нашей спортивной школы. Могу повторить еще раз, это лыжные гонки, это футбол, это борьба, бокс, акробатика и художественная гимнастика. Дети идут очень охотно на тренировки сейчас, дети соскучились, особенно дети соскучились по соревнованиям, по мероприятиям. И это показывают, скажем, показывают те отборы, которые прошли в предыдущем году, в конце года, на официальных соревнованиях детей. Было заявлено на каждое соревнование, на каждый отбор, я говорю о первенстве и чемпионате Кировской области, был ажиотаж. Количество участников было более, чем в прошлые года. Растет количество участников? Растет. Если позволите, остановлюсь немножко поподробнее на чемпионате первенстве области по спортивной акробатике. Оно одно из последних, которое завершилось. Насколько оно было удачным, успешным для ваших спортсменов? То есть, каких успехов ребята добились? Выступили, я считаю, ровненько, как бы примерно так же, как и в прошлом году. Было немало чемпионов и победителей, финалистов, призеров. Несмотря на то, что, опять же, говорю, что дети теряли форму и долгое время не чувствовали ковра, акробатического ковра, дорожек. Тех привычных тренировок, которые нельзя провести в домашних условиях и тем более уличных условиях, они, акробаты, показали, я считаю, что высокий спортивный результат для того времени, в котором они находились. И все призеры и победители по акробатике, а их было 9 золотых медалей, 5 серебряных и 8 бронзовых, все они отобрались на первенство и чемпионат Привозского федерального округа. Это еще один этап, который позволит нашим акробатам участвовать на чемпионате первенства России. Где пройдут эти старты? Можно ли надеяться, что что-то из каких-то видов спорта пройдет в Кирове на базе вашей спортшколы? На базе нашей спортшколы, скорее всего, пройдут те мероприятия, которые у нас запланированы. Если все будет хорошо, значит, те мероприятия, которые запланированы у нас в календаре, первенство Привозского федерального округа пройдет у нас в Кирове. Так что я думаю, что родные стены всегда помогают, и это будет таким небольшим гарантом для того, чтобы попасть на первенство и чемпионат России. Какие соревнования планируется принять все-таки в стенах вашей спортшколы в 2021 году? Что в планах пока не отменилось? Ну вот сейчас я вам скажу, ближайшие уже старты будут у борцов. Это Привозский федеральный округ в памяти дослуженного тренера Пушкарева. Этот турнир традиционно проходил в наших стенах, но с каждым годом статус соревнований растет, количество участников возрастает. И поэтому, к сожалению, наши спортсооружения маловаты для такого уровня и зрителей, и участников. Поэтому уже второй год подряд эти соревнования проходят в спортивной школе юности. В Дворце единоборств. Да, где можно постелить три ковра вместо наших двух условно, где можно разместить большое количество спортсменов, на трибунах посмотреть спортсменам, где можно будет провести красивый парад открытия. Ну и все в этом духе. Еще хотел спросить, на какие соревнования смогут выехать воспитанники вашей спортшколы в другие регионы? Будут ли какие-то проблемы? Как вообще сейчас обстоят дела с отбором на подобные турниры? Я имею в виду не только спортивные, а подготовка и отрицательные тесты и так далее, и так далее в этом направлении. Ну вот, смотрите, значит, турниры, которые проводятся у нас в нашем регионе с участием наших спортсменов, тесты, слава богу, не требуются. Но если мы проводим турнир какой-то с участием иногородних команд, обязательно тесты, тесты и, конечно, с применением всех санитарно-эпидемиологических средств, это различные антисептики, маски, отсутствие зрителей, в общем, уменьшение, как можно уменьшение рисков попасть в неприятную ситуацию. Ну, в принципе, сейчас весь спорт уже привык играть и тренироваться, и выступать в подобных условиях постепенно свыкаются вот с этой пандемией, поэтому я думаю, что и для вас проблем в этом плане не возникнет, наверное. Я думаю, что не возникнет. Кроме того, что вы являетесь руководителем спортшколы номер 8, которую, кстати, возглавляете уже с 2018 года, если я не ошибаюсь, вы же также занимаете пост исполнительного директора Федерации бокса Кировской области. Давайте остановимся немножко поподробнее вот на этом виде спорта, чем сейчас он живет и что планируется в мире кировского бокса в 2021 году. Ну, как и все другие виды спорта, у нас прошли отборы в конце декабря в сборную команду Кировской области. В спортивной школе номер 8 отобралось более 30 спортсменов в состав сборной Кировской области. Ближайший старт, опять же, наша перспективная девушка, это Дарья Баженова. В этом году из-за пандемии отменили по их возрасту и по девушкам отменили отбор привозкового федерального округа и сразу объявили, что будет первенство России. И в этом году у нас Даша, получается, будет старшим годом по юниоркам. В прошлом году она была младшим годом, я считаю, что ей было сложнее намного. В этом году должно быть, дай бог, проще, потому что она уже будет старший год. И тот год, с кем она конкурировала в прошлом году, став вторым номером сборной, эта девушка уйдет уже в женщины, так скажем, тем самым освободив место для Дарьи. Вот на следующей неделе, уже буквально через неделю, у нас планируется отъезд этой спортсменки на первенство России, где мы ожидаем также высокие спортивные результаты. И надеемся, что Дарья Баженова со своим тренером займут достойное первое место, я на это очень надеюсь. Кто-то из боксеров еще может выстрелить на уровне привозкового федерального округа, на уровне России, на кого-то? Есть такие большие надежды, большие надежды, чем на других? Вот как бы ни было, скажем, смешно может быть с одной стороны, с другой стороны похвально для девушек. Последнее время у нас девушки и женщины показывают высокие спортивные результаты в боксе. И вот прямо я скажу, что с 2017 года, начиная с Черезовой Ирины, с которой я еще сам ездил, будучи тренером, на первенство Европы, где она заняла второе место. Вот с этого момента как-то девушки у нас вдохновились, не знаю, результатами и показывают ежегодно, попадают, во-первых, в сборную команду России, во-вторых, участвуют на международном уровне. Ну, конечно, мы надеемся, что наши, скажем, юноши, мужчины тоже будут показывать такие же высокие спортивные результаты. Конечно, у них конкуренция выше, безусловно, поэтому сложнее показать высокие спортивные результаты. Но были у нас и, если я не ошибаюсь, в 2018 году спортсмен из Советска, Максим Кузнецов, который выиграл отборочный этап по мужчинам. Отборочный этап это ЦС «Динамо» по мужчинам выиграл, несмотря на жесткую конкуренцию, попал на чемпионат России. И там на чемпионате провел два боя, вот даже такого давно не было, касаемо взрослого бокса, провел два боя. И будучи еще тогда на тот момент, по-моему, кандидатом мастера спорта, во втором бою боксировал, заслуженный мастером спорта, ну и оказал ему просто умопомрачительную конкуренцию. И тот, скажем, такой знаменитый чемпион мира и призер Олимпийских игр сказал, что есть перспективы у этого молодого человека. Я думаю, что перспективы есть не только у отдельных спортсменов, у всего вида спорта в Кировской области. И, наверное, молодым людям, юношам, юниорам и мужчинам за девушками нужно подтягиваться и, как минимум, не отставать в спортивных результатах, в спортивных успехах от девушек. Да, согласен, согласен. У нас, я считаю, что, скажем, такой вот в каждом возрастной группе, чтобы прям целая команда была какая-то прям сильная одним возрастом, такого, к сожалению, нет. Но в каждом возрасте мужчины или женщины, или девушки, юноши, у каждого тренера есть хотя бы, ну, скажем, одна та звездочка, которая растет, на которую мы надеемся, и которая в будущем или, может быть, уже сегодня покажет высокие спортивные результаты. Я думаю, что в любом возрасте и женщины, и девушки, и юноши, и молодые люди, юниоры будут добиваться спортивных успехов, результатов. Я желаю вашим спортсменам, вашей спортшколы и вашей федерации развития и дальнейших спортивных успехов. Напомню, что сегодня мы говорили с Анваром Тальгатовичем Самигулиным, директором спортивной школы номер 8, исполнительным директором Федерации бокса Кировской области и мастером спорта по боксу. Большое спасибо вам за эфир. Приходите к нам еще. Спасибо обязательно. Приятно было с вами пообщаться.